Две страны, члены НАТО, готовы предоставить Украине гарантии безопасности, Германия и Турция. Какова перспектива дальнейшая и видите ли вы в этом списке, собственно, Соединенные Штаты Америки? Это будет первый вопрос. Ну, я однозначно хочу сказать, что лично я был бы гражданином Украины, я бы не соглашался бы на участие Германии в этом списке. Однозначно. Потому что все то, что у вас происходит в течение 36 дней этой войны, и все то, что происходило на протяжении 20 лет режима Путина, первую скрипку со стороны коллектива Запада в экономическом плане играла как раз-таки Германия. И это было и при Герхарде Шрёдере началось, а потом Ангеля Меркель это продолжила. И сегодня, когда я смотрю на Германию, на ее реакцию, как она ведет себя, то есть она занимается политической проституцией. Я буду в каждой передаче это сразу подчеркивать о них, чтобы они услышали. По той простой причине, что если по сегодняшний день они не сделали это газовое эмбарго, нефтяное эмбарго, то что они могли сделать, и они спокойно могут это сделать. Какие гарантии от такой страны для вас в перспективе? Это обернется вам очередным бутабирским меморандумом. Вам нужно в качестве гарантов брать те страны, которых выберет ваш президент, ваше политическое руководство, ваш народ на референдуме. То есть вот вы все в целом, и ваша армия, вот все те, кто сегодня героически сопротивляет вот эти триумвират народ, армия, власть. Вот те, что разбудили весь мир, дали по мозгам и продолжают давать России, поломали все их планы и построили весь этот запад. Поэтому вы выбираете себе гарантов. А гарантами должны быть у вас настоящие друзья, которые реально за вас пишутся и на земле точно так. И которые сегодня точно так же, вот этот коллективный запад, вы видите, кто как ведет себя. Как ведет себя Германия, Франция. Поэтому от них гарантов я не выбирал бы себе. Как ведут себя Соединенные Штаты, Великобритания и та же Турция. И поэтому в политическом плане не просто так в Стамбуле идут переговоры, не просто так президент Зеленский регулярно благодарит Эрдогану, президента Турции. И сегодня они говорили по телефону. Не просто так президент Соединенных Штатов приезжал в Польшу и разговаривал с министром Кулебой и Резниковым и что-то им обещал. Не просто так он сегодня звонил. И не просто так сегодня в Лондоне проходили доноры. И Великобритания конкретно помогает уже в военно-техническом плане. Просто хотелось бы, чтобы это было бы так, как просит Зеленский. И более оперативно. Ну что теперь делать и на безрыбе рак рыбы. То есть в любом случае в ближайшую неделю будет такая решающая в военном плане. То есть мы видим, как русские хотят перебазироваться. И не хотят, чтобы украинцы с севера тоже продвинулись бы туда, в сторону востока. И вот основные бои будут идти как раз таки там. И в зависимости от результата этих боев, конечно, будут начнутся настоящие переговоры. Сейчас идет просто имитация переговоров. Зандаж. Проверка на вшивость, проверка мнений и так далее. То есть кардинальные все позиции и на чем они могут прийти к какому-то компромиссу. Поэтому заявление вашего спикера, это переговорные группы, я так понимаю. Да, Давид Арахами. В принципе, преследует именно, в принципе, он вправили плоскость это говорить. Просто это же он подтверждает, что они это предложили. А решение о том, что кто будет вашим союзником, должны выбирать вы. Это точно так же, как, понимаете, вот есть политическая составляющая, есть военная, а есть экономическая. Экономическая это когда вот война закончится, будем восстанавливать Украину. Как будет восстанавливать Украину? Восстанавливать должны в первую очередь те, кто у вас регулярно помогал. Их не бизнес, их экономика. Они должны этим заниматься, в первую очередь, так называемый в перспективе даже план маршала. А как это было после Второй мировой войны? А что касается политической составляющей, политическая составляющая базируется на военной. И вот кто это в военном плане вас реально помогал, вот с теми вы и в политическом плане консультируетесь. То есть консультируетесь касательно гарантии безопасности. Вот представьте себе, у вас будут три гаранта. США, Великобритания, Турция. Это три самые сильные армии НАТО. Две из них, ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности. Вам больше никто не нужен. Вам вообще НАТО даром тогда не нужен. И никто на вас напасть не сможет. Просто пропишите, как это будет. Вот Россия на вас нападает, или Россия, или там еще кто-нибудь, да, Китай. Кто бы ни был на планете, на вас решили напасть. За 24 часа закрывается небо, вводятся войска вот этих трех стран. И все, вам не нужен ни Совет Безопасности. А пойдут ли на это США и Британия? Турция уже сказала, что готова. Ну, если Турция сказала, что уже готова, я думаю, Соединенные Штаты и Великобритания тоже могут на это пойти. Просто это уже политический вопрос. И вот здесь очень важно понять главное. Вот ответ на этот вопрос, я также ищу ответ на этот вопрос, зависит сегодня от того, зачем приезжал Байден в Польшу, о чем они там говорили, и что мы увидим в реальной плоскости на театре реальных действий. Что хочет англосаксы во главе США? Они хотят, чтобы Украина не проиграла? Или они хотят, чтобы Украина выиграла? Украина уже не проиграла. Не проиграла, она политически выиграла, потому что она разбила все планы России. Близкрик не состоялся. Но другое дело, Россия может сохранить лицо, поэтому она бросает все силы на Мариуполь, вот это хочет взять, желает захватить, для того, чтобы начать сделать то же самое, что было в 2014-2015 году. Новые какие-то процессы, Минск-3, например, что-то, а потом залезать раны, набираться сил и пойти снова дальше. Позволит им это США? Позволит им это их союзники в Европе? Вот это ответ на этот вопрос. Чтобы это не позволить, достаточно было 1% этого оружия наступательного дать Украине. Украина сама спокойно решила бы все эти вопросы. Просто дали или не дали, я не знаю. Это все зависит от того, зачем он приезжал, и о чем они разговаривают, можно сказать, почти каждый день. Раминс, если говорить, вот вы вспомнили сейчас и о плане маршала, и о тех инициативах. Абсолютно прямо и конкретно об этом говорили британцы, да, и вот это была, наверное, такая отправная точка к дискуссии. И сейчас мы действительно ежедневно возвращаемся к этой процедуре возвращения нормальности, построения новых мощностей тут в Украине, новой реальности, скажем так. Ну, с британцами, да, они об этом сказали. А вот что касается Соединенных Штатов Америки, есть ли там политическая сейчас дискуссия, и можно ли сейчас сделать какой-то хотя бы промежуточный вывод о том, что отношение США к плану маршала для Украины, оно вот такое, или оно другое? И какие вообще мнения есть по этому поводу? Вы видите, что англосаксы работают в тандеме, и как в военном плане, так и в экономическом плане. Это было и после Второй мировой войны. Это будет и сейчас, после этой войны. Однозначно, Соединенные Штаты не будут в стороне стоять от этого будущего плана маршала. Плюс, поверьте мне, из истории это тоже видно, если вспомнить, как это было после Второй мировой войны, экономически легче решить восстановление, вот послевоенное решение проблемы, как и Германии, и всей Европы. Там легче договориться, там нет риска, как они говорят, Третьей мировой войны и других рисков. Там просто чистый бизнес будет, и выгода при всех вариантах. Восстанавливать инфраструктуру той же Украины будет выгодно той же Европе и тем же Соединенным Штатам. Поэтому, кто будет этим заниматься? В первую очередь, этим будут заниматься те страны, которые будут иметь прекрасное отношение с тем же политическим руководством той же Украины. То есть, вот, например, сегодня Азербайджан победил во Второй войне, там же семь районов в огромной территории, да? Заметьте, Евросоюз и многие другие страны, которые не поддерживали Азербайджан в этом вопросе, многие. И сегодня Азербайджан решает, кого туда пускать, какие компании, какие страны, то есть желающих зарабатывать деньги, строить отели, дороги, инфраструктуру, огромное количество. А Украина, это же не Азербайджан, это раз в пять больше территории, тем более эта территория в центре Европы находится. Поэтому, я думаю, с планом маршала в перспективе и участием Соединенных Штатов, в принципе, англосаксов, и не только их, у вас проблем не будет. У вас главная проблема решается, вот это сегодня. Поэтому я бы сегодня так сильно не заморачивался бы на эту тему, потому что я здесь проблемы никакой не вижу. Более того, это проблема экономическая, и здесь очень важно было бы там заложить перспективу будущей репарации, и чтобы это шло за арестованных денег и всего того, что осталось там на Западе. Вот это, опять же, зависит от Соединенных Штатов, от их союзников, от будущего вот этого гаагского трибунала, потому что это политическая составляющая. Вот насколько это политическая составляющая вместе с экономической, вот как каток, вот эти санкции, которые работают, насколько они доведут этот процесс до конца? Не получится ли так, что где-то на половине дороги появятся какие-то новые Герхарда Шлёдеры, и которые начнут говорить, а может хватит? Ну, кстати, будет сегодня, я думаю, у нас возможность задать вопросы и в Германию по этому поводу, может, не тем людям, которые решения принимают, но тем людям, которые критично к этому относятся и формируют вот эту повестку дня. Это будет... Рамис, благодарны вам за включение, я напомню, Рамис... Очень важно, очень важно, последняя просто реплика, очень важно, когда вы разговариваете с Германией, с Францией, так поднимайте общественное мнение там, потому что это главное ваше оружие. Они реагируют вот так, не от того, что они вас любят, они боятся общественного мнения. Поэтому, когда вы выступаете с кем-то, приглашаете в студию, задавайте, говорите с ними в тональности вашего президента, когда он выступает с парламентом, когда он, как говорил ему в Бузнестаге, как он говорил с парламентом Франции. Вот в такой тональности говорите, чтобы они, все общество, их не слышало, насколько вы недовольны. Это работает, да. Рамис, благодарны. Еще раз напомню, Рамис Юнус, политолог из Вашингтона и Соединенных Штатов Америки.